Добрый день уважаемые дамы и господа с вами Константин Белый я отвечаю на ваши вопросы вопрос был задан какими трубопроводами лучше обвязывать котел отопления имеется ввиду твердотопливный котел ну принципе это и для газовых тоже актуально но самое главное что твердотопливный котел у нас имеет способность уходить в температуры которые не всегда реальны для современных трубопроводов те которые у нас делается сейчас полимерных материалов и если мы это не будем учитывать то не тот не долг тот период когда у нас могут появиться проблемы проблемы с разрушением трубы проблемы со стыковками трубы там и прочее другое самое главное еще что должны люди знать что у нас есть требования по защите полимерных трубопроводов где говорится что мы не должны для металлополимерных трубов труб сделанных из сшитого полиэтилена давать температуру свыше 95 градусов а для полипропиленовый свыше 70 градусов и вот эти требования нужно обязательно выполнять а значит мы должны как говорится котел обвязывать никак не полимерными трубами если кто-то это делает он это делает на свой страх и риск потому что в случае когда это все выходит из строя огромное количество и если кто-то думает что его пронесет ну пусть надеется возможно и будет у кого-то такая возможность кажется пройти без но все равно когда-то это случится поэтому мы советуем на обвязку на обвязку тверотопленных котлов использовать вот хотя бы вот такую гофрированную как там называется сильфонную нержавеющую трубу она выдерживает огромное давление она кажется устойчиво к агрессивности сред хотя она у нас кажется в отоплении нет никакой агрессивности сред ну в те тем не менее в том плане что она не ржавеет если вы обяжете обычной стальной трубой как которые применяются вот эти водопроводные там трубы все это же беды не будет самое главное и снаружи защитить от того чтобы она не окислялась внутри если вы теплоноситель не меняете ничего не происходит если вы сделать это медью тоже все хорошо еще почему мы кажется против полимерных трубопроводов очень часто вот допустим вот это вы видите эта труба 32 во всех металлических трубопроводов когда мы говорим о как он размере трубы имеется ввиду внутренний ее диаметр 32 труба значит у него все проходное сечение 32 миллиметра и мы понимаем что это 32 миллиметра мы как говорится обеспечив нормальный проход нормальную циркуляцию котла здесь в том числе у соединяясь с емкостным гидравлическим разделителем хотя у нас выходы там с котла 40 и мы допускаем чтобы стояла 32 труба потому что это ее полное сечение что происходит если человек все таки как говорится взял и поставил полимерную трубу он берет 40 куб реально вот она 40 куб лучше вроде бы пока мы не посмотрим на ее внутреннее сечение у нее там чуть больше 20 и это сечение как говорится реально по своим проходным характеристикам как некоторые говорят здесь скольжение лучше все никак не лучше чем вот вот это наше 32 поэтому уже то что кажется человек берет за узел в с проходное сечение то что человек поставил материал который как говорится на котверотопленные котлы желательно не ставить это уже он сделал себе два три две три неприятности как бывает тоже люди берут и ставят горит я поставил очень хорошую там дюймовую трубу у себя на на котел дюймовая а что внутри это где-то у нас там 28 проходной а здесь у нас где-то 20 проходное сечение и что лишь к чему мы пришли чтобы мы реально везде начинаем заужать плюс тому что не забывайте что у нас если трубы берутся металлические у нас фактически нет ни никаких заужений от начала до конца как только мы ставим полимерные трубопроводы у них на каждом соединении а у нас каждый поворот это соединение возможно заужение почему я говорю возможно потому что существует человеческий фактор каждое соединение требует прогрева и не всегда человек может проконтролировать как он прогрел эту трубу если он ее чуть чуть больше перегрел а вот постарается чуть чуть лучше прогреть потому что недогрев трубы также опасен как и перегрев недогрел трубу значит соединение слабое перегрел трубу значит внутри внутри будет образовываться валик и это полуза будет заужать проходное сечение трубы и если таких соединений куча как у нас всегда привыкли у нас как говорится чтобы красиво трубы выглядели их устраивается как можно побольше порезать на всякие прямоугольные углы создавая тем самым как говорится видимость общей красоты и дизайна проекта так вот не всегда это хорошо почему мы всегда говорим для того чтобы обвязывать котлы мы используем металлические трубопроводы которые мы можем гнуть так как нам хочется вот для как это система отопления мы используем металлополимерную трубу на основе сшитого полиэтилена который тоже позволяет нам без соединений менять ее геометрию в нужном направлении и мы таким способом как говорится вполне уходим от вот этих сопротивлений может это не так красиво но это намного практичнее и надежнее поэтому когда вы что что-то решаетесь вы сначала спросите спросите у нас потому что опыт у нас огромный мы металлополимерными трубами занимаемся 1994 года мы знаем о них все что нужно знать при обычном монтаже поэтому спрашивайте задавайте вопросы мы готовы на них ответить и как говорится на наших видео на которые вы если захотите подпишитесь и чтобы быть в курсе их сидел на наших видео мы это все будем рассказывать и дополнительно вам как говорится можем предоставить некоторые решить технические решения задавайте вопросы всем доброго спасибо за просмотр! 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 Продолжение следует...